Сегодня на вопросы будет отвечать нападающий Слават Юлаева Николай Кулемин. И в принципе можем начать, какие у кого вопросы в целом по карьере Николая, по игре с разными именитыми хоккеистами, ну и вообще какие-то хоккейные истории возможно. По сезону, что могу сказать, сезон получился, я считаю, не совсем удачным. Конечно, в сезоне играли неплохо, прибавляли по ходу сезона, играли ровно, прошли весь сезон без каких-то провалов, в плей-офф немножко не все получилось. Я считаю, что и неплохо играли в плей-оффе тоже, создавали моменты, переигрывали местами соперника, но они оказались, наверное, более заряженные, может быть, где-то, и более реализовывали свои моменты. И это показывает вся статистика, что по проценту бросков, по проценту реализации моментов они нас переиграли. Ну и может быть расскажешь вообще, как начинал карьеру, как пришел в хоккей, немножко будет интересно послушать. В хоккей пришел в Магнитогорске, меня 8 лет, мама привела, и тогда команда блистала, Металлург, и мне очень понравилось это и спорта сразу, с детства. Многие ребята уже занимались в то время, как бы я пришел поздно. Сегодняшним меркам, наверное, вообще очень поздно, потому что 8 лет уже такой возраст, когда уже многие ребята сейчас уже умеют делать все, и сейчас с тем учетом, что сегодня лед есть круглый год, не так, как у нас раньше, с мая по июнь, с мая по, наверное, даже по конец августа льда вообще не было, мы только играли в какие-то спортивные игры, на сборах бегали. Поэтому, ну и раньше другое время было, и ребята начинали позже, и догоняли всех, и прикладывали все усилия, и также я проиграл до все полностью, начиная с детской школы, до фармклуба команды, тогда был Металлург-2, до первой команды. Конечно, были и взлеты, и падения, и не всегда все получалось, и где-то даже там не всегда попадал в команду в свое время, и в 15-16 лет был на грани, там четвертое, пятое звенок где-то иногда получалось, что не всегда играл, даже на последний финал не попал, который был в Магнитогорске, и отправили меня в фармклуб тренироваться, где меня тренер заметил, говорит, я тебе дам шанс, взял меня на сборы, и с того момента как-то карьера пошла в гору, и сумел проявить себя на сборах, и сезон получился сразу удачный, и сразу попал в сборную до 18 лет, и дальше, в принципе, все складывалось более-менее удачно, и через два года попал в сборную до 20 лет, и сразу же вызвали в первую сборную после этого чемпионата мира, и поэтому надо, главное, работать, стараться, также на каждую тренировку верить в себя, и тогда все получится. – Какие трудности у тебя возникали, когда начинал по молодежке играть, какие у тебя такие моменты были в самом начале карьеры? – Я бы не сказал, что какие-то были трудности, но была конкуренция, у нас был хороший год, мы дважды были чемпионами России, дважды были вторыми, поэтому у нас была очень хорошая команда, и приехал тренер, привез с собой две пятерки из Казахстана, поэтому конкуренция еще усилилась, и за счет этой конкуренции много ребят попали в команды мастеров, играли, там, Женя Бирюков, Антон Худобин, Денис Масалев, как бы, с моего года попали, долгое время играли в КХЛ, кто-то в НХЛ, несколько ребят по вышке играли, но за счет этого я считаю, что мы выросли, что была конкуренция, и просто сам всегда старался работать независимо в составе, это не в составе, тренироваться, выполнять, где-то ребята, там, кто-то были на пике, там, до два, до три года до выпуска, и уже в голове складывалось, что, может быть, хватит там тренироваться, я и так буду лучшим до самого конца, и потом получалось так, что ребята, кто играли в третьем, четвертом звене, и всегда выкладывались, попадали в команду, они оставались за бортом, поэтому тут каждый должен себя сам спрашивать, и быть, в первую очередь, честным с самим собой, насколько ты хочешь этого добиться, насколько ты выкладываешься, и тогда все получится. Ну, вот если в начале карьера, ты не досматриваешься, как справлялся? Как справлялся? Пытался что-то улучшить на тренировках, также, каждую, где-то кого-то обогнать, всегда сделать больше других, когда видишь, там, кто-то делает, ну, 10 раз, делай 11, и другого выхода нет, все через работу, все приходит через труд, поэтому так старался просто делать больше всех и становиться лучше каждый день. Ну, расскажи, может быть, как твоя карьера складывалась в НХЛ, наверное, многие хотят попасть в клуб Северной Америки, расскажи, как тебе этот опыт, какие эмоции у тебя были, как вообще, что можешь рассказать об этом? Ну, наверное, после чемпионата мира молодежного меня задрафтовали в Торонто, звали сразу приехать, но я подумал, что еще поиграю год в Металлурге, остался, поиграл еще год, был хороший сезон, выиграли чемпионат России, чемпионат Суперлиги тогда, потом поехал в Америку, и, конечно, для меня было удивление, в первую очередь, что приезжаешь, и начинаешь все сначала, никто тебя не знает, никто особо на тебя не надеется, что ты там приехал, без разницы, кем ты был до этого, все начинается с чистого листа, никто там не даст тебе, там, большинство сразу с первой игры, со сборов даже все началось, как бы сразу поставили, там, в третье, четвертое звено, надо было по новой доказывать, пробиваться, и очень большая, конечно, конкуренция, там тоже, и каждый год приходят драфтованные новые ребята, и те же игроки, которые были в составе, никто не хочет свое место терять, и очень сильная конкуренция, очень интенсивно все было, намного быстрее, для меня было это немножко сюрпризом, были тогда меньше площадки, и, ну, на самом деле, было тяжело, игра жестче намного, и времени на принятие решения намного меньше, но потихоньку-потихоньку привык, втянулся, и были, конечно, тоже, отправляли в фарм-клуб меня первый год, к Новому году ближе, вызвал тренер, сказал, что не совсем играешь ровно, и езжай в фарм-клуб, что-то там, поиграешь, покажешь, вызовем обратно, сыграл пять игр в фарм-клубе, вызвали обратно, также, и продолжал играть, доказывать, и за счет работы, опять же, доказал, что я заслуживаю место в составе, и из года в год, и приходишь на сборы, и все начинается сначала, опять приходят 60-70 человек, которые каждый хочет получить свое место, и каждый год надо доказывать, что ты заслуживаешь это место. Сейчас уже мотивировать не особо себя нужно, уже получаешь удовольствие. Я, наверное, первый раз с этим столкнулся, когда у меня была травма, последний мой сезон в Нью-Йорке, у меня вылетело плечо, и я сыграл там 15 игр, и весь сезон пропустил. И во время восстановления поймал себя на мысли, что мне реально нравится тренироваться, потому что не просто там, меня кто-то заставляет, но я сам ходил в зал, тренировался, готовился, и там 5 месяцев с сыном ездил на турниры, на лавке стоял, помогал детей тренировать, и понял, что на самом деле тренироваться это прикольно, и мне это стало нравиться, и стал получать от этого даже удовольствие, не подготовился даже раньше срока, но там сезон он наскладывался, команда боролась за плей-офф, я думал, что сыграю в плей-оффе, и перед плей-оффом проиграли 15 игр подряд, и не попали в плей-офф, поэтому я был, сказали, что ладно, не форсируй, там оставалось 5 игр до конца сезона, восстанавливаюсь спокойно, и на следующий сезон уже буду готов играть. Ну, если тоже, да, допустим, сравнивать, например, Кулемин, там, 20-летний, и сейчас в чем можешь заметить разницу, ну, в подходе, допустим, к тренировкам, к играм, вообще к жизни? Ну, наверное, основное это, что все равно восстанавливаешься уже не так быстро, и надо постоянно поддерживать форму, это не в 18, не в 19 лет, когда летом мы 2-3 месяца отдыхали, вообще ничего не делали, приходили, там, за месяц опять набирали форму и были готовы. Сейчас стараешься поддерживать форму, даже сейчас, когда уже все в отпуске, сам ходишь, спокойно тренируешься, уже знаешь, что тебе нужно, сам мониторишь свое состояние, там, ищешь какие-то новые занятия, как интересы, как можно сделать тренировочный процесс более интересным. Там, я начал плавать, ходить в бассейн, начал заниматься, там, каким-то пилатесом, йогой, когда неохота ходить в зал, неохота делать одно и то же, стал меньше чуть-чуть кататься летом, но стал делать другие, развиваться в других областях, и, в принципе, мне это нравится, занимаешься на растяжку, на координацию летом, и потом уже ближе к сезону, начинаешь снова кататься, ну, поддерживаешься форме постоянно, там, конечно, делаешь паузы, там, на отдых две недели, там, съездить с семьей, отдохнуть, но, в принципе, в свободное время всегда уделяешь, там, час-два в день, чтобы потренироваться. А как вы готовитесь к игру? Есть ли какие-нибудь приметы? В принципе, нет приметы, уже за столько лет, наверное, все по минутам расписано, во сколько идешь, разминаться, во сколько идешь, просыпаешься, что ты делаешь, что ты ешь, там, перед игрой, там, я, там, ешь, ем, там, какие-то хлопья или что-то, какие-то мюсли, йогурт, приходишь, выпиваешь кофе, идешь разминаться, делаешь стандартный, там, комплекс, уже проработанный годами, в зале, там, 20 минут разминаешься, и, там, разминаешь, если что-то, какие-то травмы небольшие, ты работаешь с массажистами, ты тренером по физподготовке, ну, и все, и так же выходишь на лед, в принципе, никаких таких особенных примет нету, просто все по времени делаю, я делаю, лично я, по крайней мере, все в одно и то же время всегда. А как проходит летний кэм, ну, в командах Анхел, и много ли времени большинству уделяют? Кэм проходит, очень все укороченное, буквально 2-3 недели на это закладывается, из этих двух недель у тебя, там, 10-9 игр, пару выходных, то есть, получается, практически, тренировочный процесс сжимается до недели, и команды делят обычно, там, на 3 команды, получается, там, и в каждой, там, одно звено, два звена взрослых и остальные молодежь, и они между собой конкурируют так же, и большинство, наверное, отрабатывается уже на последних этапах, когда уже определяется состав команды, буквально за неделю до чемпионата уже, тренер по большинству. Не, ну, перед каждой игрой проводится собрание, конечно, во-первых, состав очень ротируется, каждую игру играют новые ребята, одна команда играет один день, следующая команда другой день, потом команды эти перемешиваются каждый день, ты можешь с разными партнерами каждый день тренироваться, играть, и никто там не... Все от всех ждут, что они уже готовы на 100%, никого не тренируют, на сборах не подготавливают, ты уже должен сам приходить готовый, и там, можешь сыграть на выезде, ночью прилететь, у тебя в 6 утра, тебя поменяют группу, приходишь на следующий день в 6-7 утра, с другой группой уже тренируешься, и должен независимо от условий показывать лучший результат, и также после каждых там пару игр отсеивают ребят, отправляют обратно в юниорские лиги, отправляют обратно в фарм-клубы, и к концу уже, когда остается там 5-6 звеньев, начинается именно работа уже по тактике, по большинству, меньшинству, более точечная. Все тренера, конечно, начинают эту работу вообще заранее, у них собрание начинается с июля, с августа, они собираются, обсуждают, что они будут делать, обсуждают свой план, игроков, каких они имеют, на кого они рассчитывают, кто у них, скорее всего, должен попасть в состав, не должен, исходя из этого, разрабатывают систему игры под этих игроков, и уже потом доносят ее до игроков, конкретно набирают видео, и каждый день расписано что-то новое, показывают, над этим работаешь на тренировках, и переносится также на игры. А какого у вас рацион питания в сезоне? Ну, рацион стараюсь, меньше сладкого есть, конечно, и здоровые продукты есть, что-то такое, тушеное, индейку, курицу, рис, меньше макаронов, понятно, в игровой день у всех рацион плюс-минус одинаковый, курица, макароны, а так стараешься, ну, завтрак, конечно, всегда плотно, на завтраке кашу, яичница, стандартный тоже. После игр, во-первых, какие-то спортивные питания, протеины, восстановительные какие-то напитки, ну, и опять же, стараешься восстановить углеводы и белки, примерно знаешь, сколько тебе нужно, и следишь так же за весом сам, там никто уже тебя не контролирует, как раньше, сколько ты весишь, постоянно сам смотришь, мониторишь, по своему состоянию опять же смотришь, после чего ты лучше себя чувствуешь, как это влияет на твое тело. Ну, а в начале карьеры были, там, может быть, желание где-то газировку попить, там, чипсы или что-то такое вредное, насколько было тяжело? Не пью ни газировку, ничего, все нужно в меру, понятно, что охота когда-то, там, и есть такие моменты, когда ты можешь себе это позволить, и, там, после игр пицца всегда в раздевалке стоит, как бы иногда, там, ребята, съешь кусочек, два кусочка, ничего страшного в этом нету, поэтому нужно просто знать меру, и следить его, в первую очередь, за своим состоянием, и чувствовать, как это на тебя влияет, поэтому всем, наверное, уже сейчас известно, питание, и там проводится, и собрание с диетологами, какие продукты более полезные, какие продукты менее, там, те же салаты, листья, какие овощи, фрукты, это в первую очередь, надо всегда в свой рацион добавлять, ну, и, опять же, когда летом ты, когда меньше тренируешься, стараешься убирать вот эти лишние калории, лишние, чтобы не набрать лишний вес, и пытаться, питаться еще более правильно, чтобы потом меньше приходило самому тренироваться. Сильно ли менталитет российского, как это отличается от того же североамериканца, или европейца? В Канаде вообще изначально дети играют намного больше игр, и у них сразу с детства плей-офф, и там в разы больше вообще детей играет в хоккей, поэтому они с детства привыкли, что они постоянно играют кость в кость, играют жестко, играют, и если ты не выполняешь задания тренеров, найдут другого игрока, что там конкуренция очень высокая, вот я думаю, что в этом их менталитет, что они выкладываются каждую сменку, каждую тренировку, и европейцы, наверное, похожи больше на нас, все-таки у нас тоже как часть Европы, можно сказать, Россия, они, в принципе, играют так же, но у всех какие-то есть свои особенности, в каждых странах свой подход к детскому тренировочному процессу, поэтому там шведы играют без позиций очень долго, играют без разницы нападающие, защитник, они играют везде, их меняют каждый день, они играют 2-3 возраста вместе до определенного возраста, поэтому для них это больше как развлечение, на начальном этапе они не так профессионально к этому относятся, те же там канадцы, у них вообще мекка хоккей, и они все хотят стать хоккеистами, с детства зарабатывали все это место. Ну вообще, может, немножко расскажи, как складывалась ли я адаптация, когда ты перешел в НХЛ, какие сложности возникали, или вообще что-то новое для себя открывал? Ну, конечно, было очень сложно, во-первых, без языка, если, хотя всем говорят всегда, учи язык, тебе пригодится, но мало кто этот урок для себя берет, поэтому в школе я вообще учил французский язык, приехал в Америку, даже двух слов не мог связать, для меня это было очень сложно, первое время общался хорошо, у нас были антропов по-никаровски, были в команде, которые там уже 10 лет были, которые все знали, в день несколько раз приходилось звонить по телефону, чтобы они перевели, чтобы они подсказали, что как сделать, в магазине, в банке, куда ни придешь, со всеми надо было общаться, конечно, первое время было очень тяжело, потом взял себе учителя по английскому языку, не взял даже, мне команда помогла, нашли мне учителя, начал заниматься, начал общаться с ребятами, и опять же, они любят, когда ты общаешься, когда ты можешь разговаривать, поддерживать разговор, первое время тяжело было, но потом начинаешь понимать, потом начинаешь общаться, и чувствуешь себя более комфортно, в первую очередь поразило, конечно, что ты предоставлен сам себе, там никто за тобой не бегает, нет, как в России автобусов на тренировку, с тренировки, в аэропорт, тебе просто приезжаешь, дают листочек, вот тебе адрес, завтра в 11 утра, будь в аэропорту, у нас вылет в другой город, ты вообще не знаешь, где этот аэропорт, где он находится, там частный терминал, приезжаешь, полетели в другой город, питание то же самое, там сам прилетаешь в поездку, сам ищешь себе место, где ты поешь, что ты поешь, сам себе предоставлен, и я думаю, что это приучает дисциплине, наверное, также, что ты всегда сам должен думать только о себе, и показывать результат, никому не важно, что ты делаешь в неделю, да, когда ты приходишь, должен быть профессионалом, должен сам подготовиться, сам найти способ показать лучший хоккей. Какое главное отличие нашего хоккея от североамериканского, именно по игре? Главное отличие, которое я в первую очередь заметил, что все работают, все пять человек, бегут и вперед, и назад, и никогда нет такого, что кто-то не добежал, кто-то не, где-то решил отдохнуть, срезать углы, все добегают до конца, как бы никогда, все мимо не проедут, никогда, всегда, если доехали, всегда ударят, и уже и после того, как ты пас отдал, что расслабляться вообще нельзя, и в ту же очередь, они сами всегда готовы к силовой борьбе, что сначала это тяжело, перестраиваться, что ты там отдал пас, там 2-3-5 секунд прошло, тебя все равно бьют, что должен всегда кататься, должен либо за счет ног уходить, либо уворачиваться, либо удар держать, поэтому, наверное, это самое главное отличие, но в этом, ну и четкое распределение ролей, конечно, что первое звено играет, там в определенное время, второе звено играет меньше, третье меньше, там четвертое звено играет, там 5 минут иногда за игру, 6 минут, все равно у нас в России больше, более ровно все это проходит. Ну, насколько я знаю, трех, они, ну, тем более, трех, все семь, в сезоне, а вот в лагере, молодежь бьется, что будет? В лагере очень жестко все бьются, это очень много травм, конечно, там ветераны, кто-то себя бережет, там есть понятно, что тоже, там 2-3 звена, уже на 90% будут в команде, что там рассчитывают на них сразу изначально, они это тоже понимают и стараются где-то беречь себя, и тренера также, там их не подставляют, но молодежь, когда друг с другом, там просто могут, и травмы наносят, бывает, и очень жестко играют. Я слышал такое, что Джек Айкел, игрок, Ребес Голденальс, перед каждой игрой меняет коньки, клуб дает такую возможность получения безливитной формы? Там с формой вообще проблем никаких нет, хоть каждый день бери, хоть в 2 пары в день можешь коньков брать. Со мной вот играли, там, Фил Кэссел, наверное, знаете такого все, там, он каждую игру себе делал трик новой клюшки, там, он приходил, три клюшки, отпиливал, заматывал, и игра закончилась, он их отдавал, приходил на следующий день опять три новые клюшки, заматывал, и так весь сезон, там, у него 250 клюшек в год минимум было, там, перчатки, там, у кого-то 5 пар, 6 пар перчаток, там, они их, в периоде у них лежат на лавке, там, три пары, наверное, тоже видели, может быть, на играх, там, три перенес, приносят, чуть намокли перчатки, им вот нравятся в сухих перчатках, то есть, он там, рукой махнул, ему сразу принесли, сухие у них на лавке, там, две-три пары, там, Женя Малкин тоже, я знаю, там, я тоже сам, когда там играл, менял перчатки, там, в середине периода, вообще, там, две формы, в основном, у всех, одна форма тренировочная, одна форма игровая, тренировочная, ну, в основном, тренируются команды, все на тренировочных аренах, не на игровых, потому что, там, концерты, и они очень часто бывают заняты, баскетбол играют на тех же аренах, обычно у тебя два комплекта формы, одна тренировочная, одна игровая, но там все одинаковое, можешь взять, и только коньки, перчатки, клюшки, они перевозят, а остальное все у тебя лежит, там, оно на другой арене, они даже их не перевозят, там, никаких ограничений по форме нету, и там, все делается вообще, там, быстро, там, клюшки, с Гробовским тоже играли, он не мог найти свой загиб, перезаказывал, наверное, 15-16 раз, ему переделывали клюшки, он попробовал, не понравилось, заказал новую, через неделю прислали новую партию, попробовал, не понравились, забрали опять так же, я думаю, что этим, конечно, лига очень отличается, насколько там просто и быстро все делают, потому что у всех компаний хоккейных приоритет все-таки в Америку поставлять форму для рекламы и для продажи. Ну, а если, например, сравнивать хоккей, который был, ну, допустим, когда ты начинал играть, и с хоккеем сейчас, какие можно отличия назвать? Ну, в первую очередь, наверное, выровнялись команды, я бы сказал, что все равно, раньше там 5-6 команд выделялись всегда и были на первых позициях по всей статистике, и одни и те же команды там выходили в финал, играли, сейчас это количество увеличилось, уровень команд выровнялся, но опять же, там площадки стали уменьшать и приближается все-таки больше, хоккей, наверное, становится более похож на американский, потому что также уменьшается временное принятие решения, надо быстрее думать, ну, и опять же, молодежь сейчас намного более обученная, в основном, более быстрее все катаются, более техничные, что больше времени проводят на льду, и круглый год могут кататься и совершенствоваться. В Америке вообще нет такого понятия, как бонусы за игры, там только есть персональные бонусы, которые ты подписываешь в контракте, и все, там за игры никаких бонусов нет в сезоне, и в плей-оффе, ну, в плей-оффе там есть деньги тоже за прохождение раундов, но они не такие существенные по сравнению с контрактами, поэтому все-таки все борются именно за кубок, и кубок дает тебе возможность улучшить намного свой контракт на следующий год, поэтому это дает большой толчок всей команде, если ты выиграл кубок, уже ценность игрока возрастает каждого в команде. Насколько подготовка к играм, например, в регулярке в НХЛ отличается от плей-офф НХЛ, то есть есть ли в этом разница, либо одинаковый настрой на все матчи? В плей-оффе, конечно, сильно меняется, хоккей, первые пять минут выходишь, такое ощущение, что шайба просто никому не нужна, все бегают, втыкаются, пытаются доказать, что они сильнее, психологически где-то какое-то, получить преимущество, и очень все становится, цена ошибки возрастает, игра становится еще плотнее, чем она есть, и жестче, плотнее, поэтому меньше голов становится, и сразу чувствуешь эту атмосферу, и это витает вот эта какая-то злость спортивная, прям в воздухе, что это игры, плей-офф, это не чемпионат. Про налоги еще есть вопрос, понятно, что в каждом штате по-разному налоговая средняя цифра, можете назвать на 20? Ну это уже близок к переезду. Планирует уже, да? Налоговую базу изучается. Налоги там минимальные 36% во всей Америке, и потом уж у каждого штата разные, они их меняют периодически, поэтому я не хочу там ошибаться. В Нью-Йорке, насколько я помню, было 44% общий. Там есть, во Флориде, нет штатовского налога, там Флорида, поэтому там часто игроки, даже подписывая контракты, грубо говоря, выигрывают там те же 10-12%, причем если это взять с больших сумм, получается большие деньги, там в Техасе меньше налоги, самые большие Калифорния, Нью-Йорк, Штаты. Опять же, когда ты играешь в Америке, ты за каждый день, проведенный в штате, платишь налог в этом штате, там сколько ты дней сыграл, там в Калифорнии, там за 5 дней ты платишь там налоги, ты должен отчитываться в каждом штате, где ты играл. Ну вот сейчас игроки Монни-Пихайл, тоже будет тебе сплоу, раз вы не мог бы смотреть, смотрите ли вы сплоу, и как думаете, кто первый предел на кубах? Я все равно смотрю, и с сыном смотрю, сын у меня играет тоже в хоккей, поэтому ему интересно, где-то вместе смотрим, что-то обсуждаем. В этом году Ярославль, я считаю, очень хорошо выглядит, я бы как бы приоритет отдал им, думаю, что, наверное, будет Металург с Ярославлем, мой прогноз будет в финале, наверное, играть. Какой можете дать нам совет в нашей бодрости, вот, как игрокам? Совет, наверное, в первую очередь, слушаться тренера, наверное, я считаю, потому что ты ценится, как мне, помню, сказал герсонский тренер был у нас в сборной, что все тренера ценят в игроке, это обучаемость, в первую очередь, что там даже не какие-то игроки, мировые качества, что игрок должен уметь выполнять и понимать, что от него требуют, что и тогда к этому прибавляется его набор, его таланта и его остальных качеств, каких-то хоккейных, там, катания, владения, техники, поэтому, наверное, слушать тренера, тренер все-таки всегда хочет добиться от каждого игрока лучшего, и с возрастом это понимаешь, что там также, там, я благодарен своему тренеру, даже когда я не попадал в состав, но и там, сейчас у нас очень хорошие отношения, потому что я считаю, что он очень много нам дал, и в тренировочном плане, и в плане психологии, и всегда доставал из нас самое лучшее, пытался найти в каждом какие-то свои таланты, поэтому тренера надо слушать, потому что он пытается тебя улучшить всегда, но, опять же, относиться к себе профессионально, где-то можно и дополнительно поработать, и летом, когда есть свободное время, чем-то заниматься, можно другим спортом позаниматься, тем же, там, баскетбол, футбол, теннис, кому что нравится, не обязательно это, чтобы был хоккей, но оставаться в хорошей форме, и готовиться, улучшать себя через другие виды спорта можно также, там есть много очень видов спорта, которые дают разную направленность, та же координация, и сила, и скорость, и поэтому летом заниматься дополнительно, я считаю, что это один из ключей к успеху тоже. Собираетесь ли где-нибудь в команды в неформальной обстановке после игр или выходные? Ну, да, конечно, все хорошие команды, я считаю, что они собираются вместе всегда, и между играми, и летом собираются, и обсуждают также хоккей, и не хоккей, и после игр бывают ребята собираются, там, после перелетов, где-то там в номере могут посидеть, обсудить, поэтому я считаю, что за счет этого строится, опять же, команда, и что все ребята ближе становятся друг к другу, и переживания за своего партнера только усиливаются, потом на льду тоже. А как у вас с учебой дела? Честно, меня родители всегда заставляли учиться, ну, не то, что заставляли, но следили за учебой, поэтому я к этому относился серьезно, и, как я уже сказал, что у меня не всегда, не там, последние годы не все прям так складывалось в хоккее, и поэтому я закончил школу очень хорошо, и поступил в институт сам, как раз вставал вопрос, как бы продолжу я вообще играть в хоккей или нет, поэтому я поступил в институт, и как раз получилось так, что меня взяли на сборы с фан-клубом, как раз в этот год. Ну, я продолжил учиться, закончил институт, сначала технический, инженерный, ну, и первый курс, там, второй курс, пока играл в фан-клубе, и сам ходил в институт, все сдавал. Понятно, что, когда начал играть в команде мастеров, ты не попадаешь совершенно на пары, не попадаешь в институт, и неделями уезжаешь. Где-то преподаватели шли на встречу, потом вообще уехал в Америку последние пару лет, и, ну, где-то, конечно, летом приезжал, сдавал, защищался, сам как бы диплом защищал, и потом закончилось, что-то уже спортивное, административное в Челябинске. Ну, еще не разговаривали насчет сборной, расскажи, как запомнился дебют за взрослую национальную команду, и вообще, какие панецные моменты у тебя есть в Джефсе сборной России? Конечно, запомнился первый четверт, например, первый учит, когда мы просто молодежки приехали, нас, не приняя Малкина, сразу вызвали в взрослую сборную, был такой сюрприз, вообще казалось, что это какая-то недостижимая цель попасть в сборную России, у нас сразу было звено, я Малкин Новичкин, считалось молодое звено, четвертое звено, мы играли немного, но было просто все новинки, и тогда, знаете, помню, вот четвертьфинал, мы Чехом проиграли в овертайме, проиграли с брасами, 4 на 4, они там с брасами сразу забили гол, для меня это вообще было такое, очень воспоминания неудачные, но был опыт хороший, ну и, конечно же, запоминались потом, самые памятные, это победные чемпионаты мира, когда мы выиграли в 2014 году, чтобы хорошие команды собирались, такие ребята вылетали из плей-офф, на ХЛ, и приезжало очень много ХЛ, и собиралась очень дружная команда, которая удавалась выиграть чемпионаты мира, в Минске, конечно, был очень классный чемпионат мира, тем более после Сочи, после неудачных Олимпийских игр, он дало это новые эмоции, чтобы мы оказали, что мы можем быть хорошо. Александр Овечкин сейчас в погоне за Луина Брецки, как ты думаешь, успеет он догнать, хватит ли ему силы, и вообще следишь за этой погоной? Ну, если честно, не первый раз вопрос не задают, и я считаю, что у него достаточно силы, эмоции, и это только дело времени, чтобы он этот рекорд пробил, и пожелаем ему удачи, чтобы травма поделись стороной, и видим, что он в этом году так же продолжает забивать, и вторую половину сезона провел очень сильно, и приближается, и приближается, поэтому я считаю, что все в его силах, и он способен на этот рекорд пробить. Сильный ли у Маты перелет был в Владивосток или Хабаровск? И насколько сложнее там играть или легче? Да, очень тяжело, потому что перелет такой длинный получается, и разница во времени, даже не то, что перелет, а именно разница во времени. Мы последние пару лет там пробовали играть по нашему полфинскому времени, когда у них там день был на спальне, и играли как будто 12 в час дня по нашему времени. Ну, совсем удобно, конечно, потому что когда Светлоты спит, ты видишь там 2-3 игры, если играешь подряд, 4 игры, не видишь вообще солнечного света, встаешь всегда темно, сыграл, лег спать, когда там день, весь день проспал, встал опять темно, поэтому очень сложно, и особенно, начинает, когда через 2-3 день организм перестраивался по времени, конечно, физическое состояние падает сразу. А какой ваш самый любимый тренер, по руководству которого вы играли? Так тяжело выделить какого-то одного, и каждый тренер что-то дает новое. Запомнились, конечно, из тренеров, наверное, Дэйв Кинг запомнился очень сильно, потому что он был первым тренером, который нас дал нам шанс играть в первой команде, в Металлурге, только мы с ним начали, зашли в команду, начали играть, и очень многому научил, именно дисциплине, и вот это отношение к мелочам, когда там упражнения делаешь, он сказал через бортик кидать все, чтобы было выше желтенькой, и там кто-то кинул, раз кинули, два кинули, после этого мы 10 минут бегали просто, то есть он за такие мелочи заставлял, или что-то один раз вышли тренироваться после выходного, и ему не понравилось, как мы тренировались, он собрался, говорит, вот посмотрите, техничка убирает, арену ходит, подметает, она приходит, каждый день одинаково подметает, она вчера подмела чисто, сегодня подмела чисто, весь мусор убрала, и завтра придет, будет подметать чисто так же, почему вы один день подмели, а второй день два сектора оставили грязные, вы должны каждый день приходить и одинаково выполнять свою работу хорошо, настолько это возможно. Как вы справлялись с мандражом перед играми, дебютируя за спору на России, или по-моему? Стараешься, наверное, не думать, слишком много об игре, когда уже на лед выходишь, уже это все пропадает, конечно, первые сменки идет мандраж, какое-то не волнение, но значит, думаешь, что ты, когда ты уверен в себе, когда ты готов играть, когда ты готовился к этому все лето, и ты уверен, что ты сделал не меньше всех ребят, которые вокруг тебя, дает тебе возможность чувствовать уверенность в своих силах. И опять же, концентрируешься на своей игре, на своих мелочах, продумываешь заранее, со сбрасывания, сейчас будет сбрасывание, я не проиграю борьбу, шайба сюда придет, заранее думаешь, что ты будешь делать с этой шайбой, и куда ты ее отдашь, и вот это мне помогает. На какой клюшке обычно играешь? Или у тебя несколько, ну, то есть, какими предпочитаешь клюшками? Ну, попробовал, наверное, всеми вообще за карьеру поиграть. Загиб практически не меняется, последние, наверное, лет 10, так играю, там, 92-м загибом. Играл и ворьерами, и пауэрами играл, и рибоками, поэтому такое предпочтение, просто, когда привыкаешь к одним и тем же клюшкам уже, и если берешь новые, какие-то меняешь, какое-то время занимает, привыкнуть опять, ну, можно, в принципе, к любой клюшке привыкнуть. А кто ваш левиный партнер, или тройка левиная? Тройка? Ну, в России, наверное, когда мы играли, наверное, был когда Малкин, Мазякин была у нас тройка, очень нравилось с ними играть. В Америке мы играли Гробовский, МакАртур, у нас был очень хороший сезон, там все набрали по 60 очков, было очень, нравилось с ними вместе играть тоже. Давайте, последние вопросы, у кого еще остались? Да, начальника, например, в Беларуси хотел спросить, вот даже джет, зна, когда он следу показал, дало ли это, что-то команде какой-то импульс, и как потом проходила тренерская работа без него в финале? Ну, нет, команда, конечно, восприняла этот жест очень положительно, и команда была сплоченной, и также все готовы были играть за тренера. Он продолжал на тренировках, ему только на игры нельзя было выходить. И вот эти, когда мы поехали на финал, он стоял возле автобуса, провожал команду, и видно было, что у него чуть ли там не слезы на глазах, что он не может стоять на лавке в самый важный момент. Я думаю, что это ребятам такой импульс еще дало дополнительный, что мы не можем подвести своего тренера в такой момент, и все еще больше сплотились, и тогда добились результата, выиграли этот матч против финнов, поэтому все готовы были играть за тренера, был он на лавке или нет, и все чувствовали его присутствие. Было ли его руководство через наушник, или еще что-нибудь? Явно уже обход какой-то придумали? Не знаю, если честно, там может с тренерами он общался, с нами он через наушники тоже не разговаривал. Ну, если больше нет вопросов, в том числе про аналогию в США, тогда спасибо Николаю за ответы на вопросы, ну, а вам удачи в дальнейших играх. Всем удачи, дальше продолжайте побеждать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok